Мыши – это удивительные существа, которые при своей крошечности и кажущейся простоте играют значительную роль как в природе, так и в жизни человека. Разные виды мышей обитают практически на всех континентах, кроме Антарктиды, и могут выживать в самых разнообразных условиях. Давайте рассмотрим несколько интересных фактов об этих крошечных грызунах. Первый. Анатомия и сенсорные способности. Мыши обладают отличным обонянием и слухом, что помогает им избегать хищников и находить пищу. Несмотря на плохое зрение, они способны различать некоторые цвета, и у них есть вибрисы – специальные чувствительные усики, которые помогают им ощущать окружающее пространство. Их зубы растут всю жизнь, поэтому мыши вынуждены постоянно что-то грызть, чтобы не допустить чрезмерного роста зубов. Эти маленькие грызуны могут прогрызать даже дерево и пластик, что позволяет им пробираться в труднодоступные места в поисках еды и укрытия. Второй. Экологическая роль. В природе мыши играют важную роль, будучи частью пищевой цепи. Они служат кормом для множества хищников, таких как совы, змеи и лисы. Кроме того, мыши помогают в распространении семян растений, что способствует их росту и распространению по территории. Они также участвуют в процессе разложения органических остатков, помогая поддерживать баланс в экосистемах. Треть. Умение адаптироваться и выживать. Мыши обладают потрясающей способностью адаптироваться к разным условиям. Например, они могут выживать в условиях недостатка пищи, замедляя свой метаболизм и используя накопленный жир в качестве источника энергии. Также мыши могут прятаться от хищников, зарываясь в землю или забираясь на деревья. Они способны к быстрому размножению. Одна самка может рожать до 10 раз в год, принося от 3 до 14 детенышей за раз. Это помогает мышам быстро восстанавливать популяцию даже после суровых условий. Четверть. Мыши в науке. Домашняя мышь или мус, мускулюс, стала одной из самых изучаемых моделей в научных исследованиях. Благодаря схожести генома с человеческим, мыши используются для изучения генетики, разработки лекарств и исследований различных заболеваний. Они были первыми животными, на которых провели генетическое редактирование, что открыло множество возможностей для медицинской науки и биотехнологий. Кроме того, на мышах часто тестируют новые лекарства и методы лечения перед применением на людях, что делает их незаменимыми в медицинских исследованиях. 5. Культурное значение и символика. В культуре мыши могут символизировать как положительные, так и отрицательные черты. В некоторых культурах мышь ассоциируется с умом и проворностью, а в других – с хитростью и трусостью. Например, в китайской культуре мышь является одним из животных зодиака, символизируя амбиции и находчивость. В то же время многие люди воспринимают мышей как вредителей, так как они могут уничтожать запасы пищи и распространять болезни. 6. Вредители или домашние любимцы. Несмотря на то, что дикие мыши могут быть вредителями, уничтожающими урожай и продукты, домашние мыши нередко становятся любимыми питомцами. В лабораториях и домах по всему миру содержатся мыши различных пород, выведенные специально для содержания в домашних условиях. Они бывают разных окрасов и характеров, и за ними интересно наблюдать благодаря их активному поведению и общительности. Мыши – да это гораздо больше, чем просто маленькие грызуны. Они играют важную роль в экосистемах, служат объектом научных исследований и даже вдохновляют людей своей удивительной выносливостью и адаптивностью.